Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. То, что можете сделать вы в этой ситуации. В ситуации избавления человека от числа земли. Наверное, нужно быть честным перед сказать прямо о том, что вряд у вас немного, вот, вариант у вас совсем немного, вариант у вас очень-очень немного, потому что как человек, как третья страна, вы будете вовлечены в этот процесс и будучи вовлечены эмоционально в этот процесс, вы помочь не сможете. Вполне вероятно, что не сможете помочь, просто потому что у вас не хватит для этого ресурс, вот, потому что вы там какая-то вот плохая или ничемная, потому что не хватит ресурс для этого. И на мой взгляд, здесь исходить нужно из именно того, что вы можете дать человеку, с учетом, с учетом, с учетом ваших вот отношений. Я думаю, что это определенное доверие, в первую очередь. Наверие, в первую очередь, между вами. Наверие, в первую очередь, вам. И, соответственно, нашла возможность благодаря этому у человека прожить то, что он чувствует. То есть вы можете дать человеку прожить. Это вот, наверное, единственное, что вы можете сделать. Надо человеку прожить. Ага, всё. То есть быть с ним рядом и позволять ему в той или иной степени объективизировать свои проживания. Именно их объективизировать. То есть обходить от некой такой субъективной, да, от некого субъективного восприятия ситуации. Вот. И переходить к ситуации более объективной. Это, в принципе, единственное, что вы можете сделать. Самое страшное. Больше вы сделать не можете ничего. Больше вы не способны сделать ничего в силу того, что вы не психолог. И, как справедливо, на мой взгляд, сказал мой коллега, что, ну, потом мне не учиться. Вот. Это мне не учиться. Поэтому. Так вот. Просто. Этому нельзя. Так просто нельзя отводить человека вот от чувства вина. От чувства вина, к сожалению. Что ещё хотел бы вам сказать? Ну, наверное, просто чуть-чуть про... Что-то, самому цветум мини. Да. Вот, вот, вот. Буквально немножко. Промо, самому цветум мини. в каком-то плане, чётко вины, это продукт социальный, в первую очередь, в первую очередь, да, продукт социальный, это продукт внешнего, это продукт того, что вот люди, окружающие люди склонны навязывать конкретному индивиду, да, это требование, требование к индивиду, это манипуляция долгом, то есть манипуляция чувством долгом у человека, попытка таким образом починить себя, вот, наставить, делать то, что нужно. Чувства вины, кроме этого, ещё и невыраженная агрессия, и в какой-то степени это может быть проявлением аутоагрессии, по отношению к себе. Чувства вины может вызваться тем, что человек вот к себе испытывает некие такие карательные чувства, некие такие вот радикальные чувства, вот, и как бы чувство вины является, вот, о предтече этого, то есть предтече идеи наказания себя за то, что я существую. Вот, ну понятно, что опять же это всё транслируется исключительно людьми, исключительно окружающими людьми. Вот, то есть тут, ну, тут никаких абсолютно нет, никакой абсолютно активности самого человека, вот, я не знаю, к счастью или к сожалению, ну, такой активности нет. И, соответственно, в этом, вот, ключе уже и нужно, на мой взгляд, двигаться, вот, в этом ключе уже нужно смотреть. А, вот, чтобы, ну, можно было как-то что-то, разбирать, разбирать, да, если вы можете направить человека через разговоры, через беседу, можно направить человека к пониманию того, где вот он опошёл немножко от себя, да, где, где вот он принял вот другую позицию, позицию, ну, других людей, да, вот, где он поддался, что называется, долго, вот, в кавычках, долго, вот, и, соответственно, стал, попал в конфликт, потому что, честно говоря, это конфликт, того, что хочу, хочу, и того, что должен. Вот, ну, это всегда ещё проблема с агрессией, вот, как правило. Человеку нужно, ну, человеку нужно научить человека, нужно научить правильно и рекордно выражать агрессию. Агрессию. Вот. А на этом всё, я надеюсь, что помогу вам, желаю всего самого доброго. И удачь. Субтитры создавал DimaTorzok